Друзья, начнём мы сегодня с печальной новости. Вечером 15 июня, после полутора лет борьбы с неоперабельной опухолью головного мозга, умерла Жанна Фриске. Ей было всего 40 лет. Слово Диане Юзбековой. В то, что она сможет, что она справится с ужасной болезнью раком головного мозга, до последнего верят все. Родные, близкие, тысячи неравнодушных людей. Но, увы, трагическая новость о гибели Жанны Фриске парализует всех без исключения. Ведь она боролась так долго. В момент смерти рядом с Жанной находились её родители и подруга Ольга Орлова. Гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев в это время был в Болгарии вместе с двухлетним сыном Платоном. Всегда повторяли, счастье любит тишину. Я остаюсь верен этим словам, потому что Жанна остаётся для меня абсолютным, чистым, неповторимым счастьем. Мы не сдавались и сражались, чтобы победить. Говорят, два года в такой ситуации это много. Но, конечно, для нас это очень мало. За этой трагической историей последние два года наблюдает вся страна. Миллионы людей собирают средства на лечение Жанни. В какой-то момент кажется, что надежды нет. В прессу попадают фотофриски, на которых её с трудом можно узнать. За артистку молится не только Россия, но и весь остальной мир. Даже американская телеведущая Шерон Осборн призывает каждого откликнуться. И главное, в скорое выздоровление верят. Верит и сама Жанна. Она выражает благодарность людям за такую сильную поддержку. Дорогие друзья, меня зовут Жанна Фриски. Доверчивая, добрая девушка. В прессе то и дело начинают появляться сообщения, что чудо всё же происходит. Певица постепенно становилась лучше. Медики даже позволили ей покинуть клинику, где она проходила лечение. Жанна сильно похудела, у неё начало восстанавливаться зрение, и она даже могла самостоятельно передвигаться. Врачи уверяли, шансы на выздоровление есть. А таких хороших результатов удалось добиться благодаря экспериментальной нано-вакцине. Но, к несчастью, это была лишь ремиссия, после которой певица резко становится хуже. А последние три месяца жизни девушка находится в коме. И в один момент её сердце перестаёт биться.